В этом крошечном домике ютится семья беженцев из Луганска. Бабушка Антонина Ильинична, ее дочь Лена, внучка подросток Кристина и один на этот бабский батальон трехмесячный мужчина по имени Кирилл. Живут на птичьих правах, хозяева приютили до лета. Вода привозная, отопление печное. Люди бежали от войны в Крым, но здесь судьба решила послать им другие испытания. В один из дней глава семьи, 35-летний Александр, работая на стройке, упал с высоты четвертого этажа. Я позвонила утром, узнать, как дела на работе у него. Мне ответила женщина, спросила, кто вы ему будете. Я говорю, жена она. Говорит, ваш муж в реанимации. Очень серьезная травма, поврежден шейный позвонок, руки, ноги как бы уже не работали, отказали работать. Пролежав месяц в больнице, Александр скончался, так и не увидев своего новорожденного сына. Можно только представить весь ужас, который пережила Елена Колесникова через неделю после выписки из родильного дома, похоронившая мужа. Пытаясь добыть хоть какие-то средства к существованию, старшую дочь вместо 11 класса отправили на работу. Пока с малышом сидела бабушка, Елена оббивала пороги всех социальных служб, пытаясь оформить выплаты на ребенка, родившийся в Российской Федерации, а также получить гражданство и другие документы. Но все чиновники закрыли перед ней двери. Хочу обратиться к руководству города, к Сергею Николаевичу Писареву и Ларисе Викторовне Щербули. Прошу помочь мне оформить какие-то документы, может, гражданство как-то оформить, и социальные выплаты на ребенка, страховой полюс медицинский, чтобы мы могли обслуживаться. Сейчас семье помогают добровольцы, которые привозят сухое питание для малыша, одежду, лекарства для бабушки. Но что будет дальше? Сегодня в Минске главы четырех стран решают судьбу тысяч людей. И, конечно, не знают о том, что где-то в Керчи молятся о прекращении огня. Из-за людей, из-за свой край, из-за Донбасс, из-за наших ребят, из-за детей, сколько их уже детей.